Слушаю, вот теперь я вас слышу, да, слушаю. Да, Альберт, я сказал то, что если они так воодушевились его идейностью и его приверженностью к заповедям Торы, почему они ему всего 10 тысяч долларов дали сверху? Лучше бы ему дали хотя бы 20 тысяч долларов сверху. Ну, видимо, они тоже, наверное, не такие богачи были. А я думаю, что это неправильника. Почему? Потому что этому Митсу продают. Я слышал в одних уроках, когда такие дела делаешь, если деньги высчитаешь, как будто неправильно. Они ему доплатили за его вызов, как договаривались, и сверху... Может быть, в тот момент, Шалва, у него эти 10 тысяч долларов были последние. Это Митсуа, все. Митсуа, когда ты сделаешь, все уже. Это ничего не теряется. Нет, ты не понял меня. Вот я объяснил свою позицию. Я понял. Человек из-за того, что... Пострадал и морально, и финансово, да. Да, человек пострадал и морально, и финансово. Это человек-певец, да, который не обладает, как мы можем догадаться, какими-то большими возможностями. И они проявили хэсет к нему в знак уважения к его приверженности к Торе, заплатили то, что ему полагается, дали ему сверху те 10 тысяч долларов, которые он потерял, и могли еще 10 тысяч долларов дать ему сверху, типа, как, ну, Хазак Барух, да, молодец. Что неправильно. Да, могли, могли, ника. Человек может подарить миллион долларов. Ну, они вот так поступили, но неважно. То есть, как бы, они, видишь, они поняли, что, как бы, да, вернули ему его деньги, заплатили, извинились, рассказали, да, может быть, не было возможности больше дать. Но факт, что, да, такую сумму, то есть, нашли, видишь, специально его пригласили, да, его пригласили именно с ним, они чувствовали, что вот так вот он на них повлиял. Мы видим, насколько, насколько, да, это влияет. Помните, мы с вами говорили, что одна из причин, почему Всевышний испытывает людей, что когда мы это испытание проходим, это по мнению, это по мнению Рамбама, Нес, не ссоен от слова Нес, что люди окружающие, когда видят, как он проходит испытание, воодушевляются. Это кедуша шэм. Они думают, о, это невозможно, нереально, когда видят, что вот человек это делает. Это просто, понимаете, когда люди такие материальные сегодня, все про деньги, а когда вдруг они встречают ситуацию, у них это в голове не укладывается. Это ладно, слушай, спой, спой. Что тебя просят за спой на свадьбе, 10 тысяч долларов. Но когда они это видят, да, когда их ценности, а самая большая ценность это деньги, да, сегодня для людей, как бы ставятся на второе место, о, тогда они начинают пересматривать все. В глубине души всегда, да, эти раввины, что они все тоже, все про деньги, деньги, да, все. А когда они встречаются, на самом деле, с праведностью, обычных людей даже, это сильное влияние имеет. Большой-большой кедуша шэм. Итак, друзья, мы с вами сегодня задались вопросом. Да, наш сегодняшний вопрос – хамец. Итак, весь год мы едим хамец. Более того, считается, да, когда мы говорим браху, амоц, элеха, минарец, мы говорили, что нужно держать ее 10 пальцами. Потому что от зерна до булочки 10 работ. Человек должен пахать, человек должен сеять, человек должен жать, человек должен молоть, человек должен веять, человек должен превратить в муку, залить водой, месить тесто, потом испечь. Сколько работ должен сделать человек, чтобы из пшеницы получить хлеб? Это самое великое, что делает человек. Но вот удивительно. В Песах все квасное хамец – это враг номер один. За 30 дней для любой хозяйки дома, да, Песах – это звучит сразу, сердцебиение учащается, потому что нужно реально драить, мыть, вымывать, все очищать. Ничего не должно быть на территории еврея. Видно баль-яраэй, баль-ямаце, связанное с хамцом. И вообще запрет на хамец отличается какой-то невероятной хумрой, строгостью. То есть такого нет в других вещах, да, он не растворяется один в шишим, один в 60 и даже один в 100. А поэтому, да, даже соки обычные, стопроцентные, всякие какие-то там вещи, которые люди покупают на Песах, они должны купить до Песаха, потому что до Песаха работает закон Битуль-Башишим. А в Песах даже молоко нельзя купить в магазине, потому что если там где-то на фабрике крошка попала в цистерну тысячу литров, все стало некошерным. В Песах уже не работает даже закон Битуль-Башишим. Но мы с вами сегодня, да, два запрета. Тура заповедовала баль-яраэ, чтобы не было видно в твоем владении хамца, и баль-ямаце, чтобы он не находился в твоем владении, даже если ты его не видишь. Если у тебя есть дом в Испании, в котором ты не был 5 лет, и у тебя там есть твоя как бы бутылка водки, все, ты должен сделать все, чтобы она продать ее до Песаха. Иначе в твоем владении, на другом конце света, неважно, есть твоя бутылка виски, которая лежит, ты нарушаешь каждую секунду, каждый день Песаха ты нарушаешь запрет. Баль-ямаце, в твоем владении лежит хамец. А хахамим еще добавили к этому запрет на смесь, которая содержит какую-либо даже ничтожно малую долю хамца. Другими словами, в Песах от нас требуется полностью отстраниться от хамца. Чем это объясняется? Да потому что хамец в Песах символизирует само зло. Описано в книге Зоар, что хамец – это ецерара человека. Это дурное начало человека, которое разбухает внутри. И даже маленькое-маленькое только, да, что-то гниет у человека, гниль какая-то в душе, она в итоге даст о себе знать. И в определенной ситуации он эту жилку свою проявит, вот эту свою вот гниль. Мы должны стараться, и начинает Шурхан Арух, пишет Ялкут Йосеф. Шурхан первое, что он пишет? Человек, который выкладывается и старается максимально себя избавить от хамца в Песах, такому человеку обещана помощь в течение всего года, что он не согрешит, что не будет у него испытаний, которые он не сможет пройти. И поэтому принято в ночь, переда Юдалит Ниссаном, мы делаем дикатабайт, полная проверка со свечкой, ходим, к тому времени все уже блестит. Тем не менее, ищем, избавляемся перышком от каждой мелочи, от каждой крошки, которая может быть. Итак, мудрецы уточняют, что речь идет о гордыне, что на самом деле мать всех пороков, у человека есть много дурных качеств. Но наши книги пишут, что самое качество, от которого все зло прорастает, это гава, это гордыня. Человек-гордец – это человек, который, да, самое плохое из этого исходит, и зависть из-за этого, и гнев из-за этого. Человек гордливый, постоянно он, да, тут мне не додали, тут неправильно посмотрели, здесь он не поздоровался, этот недостаточно хорошо поздоровался, и он постоянно на всех гневается, постоянно завидует, да, почему у него больше, а у меня меньше, я такой великий. Да, гордыня – это мать, мать всех пороков. И хамец символизирует именно гордыню. Почему? Потому что ты берешь муку, ты добавляешь в нее воду, и если ты прождешь определенное количество времени, более 18 минут, как установили наши мудрецы, то начинается процесс брожения, тесто начинает разбухать, начинает разбухать, появляется объем, при этом масса остается той же. Масса та же, то есть при той же массе человек строит из себя, что он нечто большее. Это называется гордыня. Да, когда ты себя раздуваешь больше, чем ты есть на самом деле, в отличие от мацы. Маца, она весит столько же, сколько она на вид. Она тоненькая, она не поднимается. Она такой, какой есть, да, надо быть скромнее. Но здесь интересно очень идет дьюн. Я постараюсь, да, как, знаете, своими словами, или будем читать. Но, да, что здесь написано? Что это вызывает недоумение? То, что мы сейчас сказали. Почему? Потому что если хамец символизирует, ецарара символизирует какое-то зло, то почему он не запрещен весь год? Ну, такой плохой символ. Давайте, не знаю, евреи свинину не едят, давайте не будем квасное есть. Как есть там эти люди, как называется, как это, глютен, да, не едят глютен, да. Вот евреи не кушали бы квасное. Как это так? Семь дней в году мы, о, хамец, это плохо, символизирует зло. А все остальные дни, то, что мы начали, сегодня-то мы кушаем хлеб с удовольствием, и пиццу, и пиво пьем, и квас пьем, и, да, и ничего. Может, некоторые не пьют, да, но, тем не менее, да, почему, почему только семь дней в году? Напротив, да, одно из достижений человека как раз-таки заключается в его способности превращать зерна пшеницы в аппетитную выпечку. Если вы помните спор Раби Акиву, когда Торнос Рохус задал ему вопрос, чьи деяния более великие? Деяния человека и деяния Всевышнего. И Раби Акива ответил ему, деяния человека. Тут говорит, как? Он говорит, вот я тебе скажу. Посмотри, говорит, у меня в руке зерна, а в другой руке булочка. Что говорит более, да? Где зерна, говорит, и где булочка? Написано Ашер Бара Элуким. Должна быть точка, которую сотворил Всевышний. Но написано Ашер Бара Элуким Ла Асот. Что такое Ла Асот? Который сотворил Всевышний делать. Что делать? Делать что делать? Да, совершенно непонятное слово. Мы читаем это каждый раз, да, в Шаббат, в Яхулу. Ла Асот, имеется в виду, Всевышний дал нам этот мир специально, да, не до конца совершенным. Человек должен доделать, усовершенствовать этот мир. Для этого мы здесь. Да, мы берем эту семечку, это зернышко, и превращаем его в булочку. Так это прекрасно. Да, вдруг это становится врагом народа. Что происходит? Ради этого Творец наделал человека мудростью, практическими способностями, чтобы он мог совершенствовать мир. И развивать науку, технологии, да. Красную книгу написал, парки по защите животных делает. Молодец, молодец. Для этого Ла Асот, человек должен совершенствовать этот мир. Ну, а если так, что плохого, да, в хлебе? Однако, следует заметить. Оказывается, есть два типа гава. Есть два типа гордыни. Гордыня – это зло, да. Но есть два типа гордыни. Итак, давайте попробуем понять. Гордыня первого вида – это когда человеком овладевает… Следую, он преувеличивает собственные достоинства. Да, он убежден в том, что он умнее, сильнее, успешнее, чем есть на самом деле. Его раздувает, как мы сказали. Строит из себя не весь что. Вес тот же, а раздулся, как булочка. Как будто, да, он лучше всех. А есть садиким скромные, чистые, праведные. Чистые, да. Красивые. Красивые, да. Чтобы развиваться, да, так… О, это Рамхаль так пишет. Рамхаль пишет, что каждый раз, когда человек достигает какого-то совершенства, все, я научился не говорить лошонара. О, молодец, теперь я соблюдаю шаббат. Я вот ни разу не научу… В эту секунду будь осторожен. Сразу приходит гава. О, я молодец. А этот по-прежнему еще. Я вижу… Гава сразу, как только человек достигает какого-то совершенства, приходит гава и съедает, все забирает себе. Не оставляет ему награды. Поэтому надо постоянно себе говорить, слушай, я, конечно, молодец, да, но если взять кого-то побольше, то мне еще лететь, свистеть, как бы, да. Надо себя подбадривать, но при этом, да, не возвышаться над другими людьми. Хорошо. Так вот. Всякий здравомыслящий наблюдатель понимает, что такая гордыня мешает человеку реализовать свои возможности, чтобы развивать, совершенствовать мир. Почему? А вот та и самое плохое, что есть в гордыне, человек не способен развиваться. Его ничему нельзя научить. Ты к нему подходишь и говоришь, а, не начинайте, что он мудрец, я сам мудрец. Да, он уже все знает, как, невозможно с ним, он останавливается. А мы знаем, что для еврея остановка, то есть остановка развития, есть не что иное, как смерть. Да, мы для чего здесь? Для того, чтобы расти. Как только ты, Гава, я уже все понял, я разобрался. Вот я молодец. Все, кто больше меня, это религиозные фанатики. Все, кто меньше меня, это вообще не учи амарыцы. Да, и так думает каждый, да. Каждый думает, что он как раз четко, вот он этого, да, на самом деле Гава. Гава, человек, с одной стороны, должен стремиться, да, не должен себя гнобить, да, он должен стремиться всегда идти, да, идти вверх, идти вперед, и нет предела совершенству. А Гавтан – это человек, который полностью закрывает себе способность к росту. Да, помните, мы говорили, для большинства взрослых людей, вот они делают шву, они поняли, они реально поняли, что все бессмысленно, что все эти идеи, они просто, да, за что человек бежит, это просто прожигание жизни, это существование ради существования, это пустота пустот, это суета сует. И человек это понял, и он заходит в битмидраж на таком подъеме, смотрит по сторонам, и говорит, а это что такое, говорит, за книги, говорит? Почему Пушкина нету, а где это Лермонтова, Тургенева, я не понимаю? Альберт начинает, а что за книги, говорит? Тысячу книг, говорит, я ни одну даже никогда не видел. А ему говорят, слушай, ну да, вот как бы Тора, это как бы наше наследие. И тут знаете, что человек говорит? Не, не, я не готов, это что ж получается, мне там, я уже жизнь прожил, что мне теперь, с муля начинать учиться, что ли? Нет, так не пойдет, я лучше умру в слепоте, в темноте. Да, но нет, это самое страшное, что делает гордыня. Наоборот, разумный человек должен сказать, если мне 99 лет, но наконец-то до меня дошло, что вот она истина, я начнусь, я уже точно от нее не отступлю. Да, значит, 99 лет был мой путь, чтобы прийти к истине, но я ни в коем случае из-за того, что я 99 лет. Это, знаете, есть такой синдром. В бизнесе то же самое. Человек создал бизнес, и он вложил много сил, много денег, а бизнес минусует, 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 минусует. И все говорит о том, что нужно закрывать бизнес. Он тебя погубит, он тебя сожрет, он тебя просто, он выпьет всю твою кровь. А человек говорит, я не могу, но я столько вложил, я уже столько на него потратил. Понимаете, какое заблуждение? Да, конечно, но в принятии решения, это синдром, ни в коем случае нельзя принимать во внимание то, сколько ты вложил и потратил. Надо принимать трезвое решение, это тебя погубит. То есть какие-то вещи нужно закрывать. Но гордыня, она ослепляет человека. Она говорит, нет, давай лучше умрем. В слепоте ты уже даже понял, что это бред. Ну, давай как бы останемся, будем жить во сне, сделаем вид, что мы ничего не поняли. И это гордыня, это как бы весь страх того, что делает гордыня. Ну, хорошо, это первый вид. И потому вместо успехов, его жизнь полна ошибок, горьких разочарований. Этот вид гордыни запрещен в течение всего года и никак не связан с запретом на квасное. Это первое. Напротив, такая гордыня разрушает положительный потенциал, заложенный в квасном, потому что она мешает человеку привносить в мир красоту и гармонию. Это первый вид гордыни, который из-за этого человек стагнирует, он останавливается. Все, в школе поучился, в университете поучился, на работе первые две недели поучился, а дальше, как бы дальше рутина, тупо все. Когда мы думали последний раз, на экзамене в университете, то раз заставляет человека каждый день еврей должен учиться, на пределе своих умственных возможностей, ломать голову, разбирать талмуд, то сафот нагружать так, чтобы постоянно двигаться вперед. Но Гава, все нормально, научился, здесь купил, тут продал, дело идет, а что, а все остальное время я устал, я отдыхаю. Человек разлагается, но человек, который победил гордыню, он не допустит этого. Но есть вторая гордыня, второго вида. Она соответствует запрету на квасное в Песах. Что это за гордыня, которая похожа на квасное? Это гордыня, что овладевает человеком перед Творцом. Что это значит? Дело в том, что основа нашей веры заключается в том, что каждый еврей должен осознавать, что Ашем, Акадош Баругу, создал мир и определил цель творения. И в основе всего, что происходит в мире, лежит божественное проведение. То есть Всевышний Творец, он сотворил, а раз сотворил, значит, с какой-то целью, и что Всевышний ведет мир к этой цели. Есть такое понятие, аж гаха протит все от Бога. Случайностей не бывает. Всевышний хозяин этого мира. Хорошо, это основа веры. И хотя он, Ашем, наделил человека способностью исправлять, развивать мир, да, речь идет только о веточках, о маленьких листиках. Тогда как корни событий для человека недосягаем. Помните, мы говорили? Да, у тебя есть выбор. Ты едешь на Большом Титанике, на корабле. Ты можешь спуститься на первый этаж, подняться на третий, зайти в одну каюту, вообще не зайти. Можешь перевеситься через, не знаю, да, там, парапет. Можешь, да, может с кем-то подраться, может, наоборот, подружиться. Но корабль идет своим курсом. И если впереди айсберг, да, он идет своим курсом. На это ты повлиять не можешь. Так же и жизнь. То есть человек влияет на ветви, но корни событий для него недосягаемы. Ибо они являют собой исключительно божественное творение. Ашем создал мир, избрал Израиль, еврейский народ, чтобы сделать его своим народом и даровал ему Тору. И все эти основы человек не имеет права затрагивать. Поэтому, представая перед Творцом, он должен преисполниться глубокой скромности и очень постараться не применять мерку человеческих суждений к основам творения. Человек, да, Гошем говорит, ты бацелам и луким, ты создан по образу и подобию. В чем? Ты тоже творец. Ты тоже можешь творить. Ашем, да, Ашем дал нам это. Мы берем минералы, мы плавим, мы превращаем в пар, мы делаем жидким, мы собираем жидкость, делаем ее твердой, мы строим, мы из глины делаем, лепим, строим дома. Но твори, но основы не затрагивай. Когда человек свою творческую деятельность перекидывает там, да, на гендеры, я не знаю, как, все, что сегодня творится в мире, он затрагивает сами основы мироздания. Он уже, говорит, он пытается расшатать основы, да, он начинает лезть туда, до того, что творится сейчас. Сейчас эта категория, это называется запрет к основам. Не применять мерку человеческих суждений к основам творения. Это соответствует хамцу в Песах, подобно тому, как в человеке, размышляющем о самоубийстве. Есть огромный духовный и нравственный ущерб. Человек думает, как ты можешь? Почему же самоубийство, строжайшее, запрещено самой Торой? Ведь жизнь человек получил от Ашема. Ашем дал тебе жизнь и по какой-то причине дает страшные испытания. И человек начинает думать, остановлю эту жизнь. Так и тот, кто применяет человеческие суждения к основам веры, наносит им серьезный ущерб. То есть есть какие-то основы, да, Всевышний заложил. И когда ты это подвергаешь сомнению, а кто сказал? Ну, а что убивать? Может быть, можно. А что воровать нельзя? А я Робин Гуд. И ты начинаешь расшатывать. И поэтому есть ассер это деброд. Действительно, все относительно. Если жить по принципу у каждого своя правда, это будет хаос. Правда действительно у всех своя. Но истина, истина она одна. Истина она по определению одна. Поэтому праздник Песах и особенно пасхальный седр, они в первую очередь призваны укоренить в наших сердцах основы веры. Это зарождение. Это, да, вот самое это зернышко. Как в маленьком зернышке уже содержится все дерево с тысячами листочков и плодов, и ветви огромное. Все это содержится в маленьком зернышке. Это основа. Так вот, призваны украины в наших сердцах основы веры, которые заключаются в том, что Ашем создал мир. Он наблюдает за своим творением и руководит им. И он избрал народ Израиля, чтобы тот раскрыл в мире его имя. И каждый раз, когда в мире проявляется длань Всевышнего, Ашем проявляет себя. Это происходит чудесным путем, чтобы людям стало ясно, что речь идет о явлении высшего божественного порядка, который выходит за рамки природы. Вот почему Ицьят Митсраим был именно через чудеса. Потому что благодаря им весь мир увидел, что народ Израиля избран. Не сам, да, как избрали. Избран самим Богом. Это кто-то вмешался извне. Понимаете? Иногда можно понять людей, которые ненавидят евреев. Что вы себя избранными называете? И действительно, если в классе кто-то начинает говорить, а, я самый умный. Вы все там, да. Почему? Потому что я так решил. Его, конечно, недолюбливают. Кто любит выскочек, который себя... Это расизм какой-то, да. Собралась группа и говорит, мы лучше других. Потому что мы там... У нас глаза синие, волосы белые там, я не знаю. Мы два метра. Просто. Это действительно выводит из себя. Но если учитель сказал, о, ты избранный, ты там лучший ученик, молодец, я тобой горжусь. Что винить ученика? Ученик при чем, да? Учитель? Кто может, да, учителю какие-то претензии? Но когда Всевышний... То есть не мы себя избрали, Всевышний выбрал. Евреи еще, знаете, они еще переживали. Всевышний выбрал. Почему? Потому что был Авраам, Исаак, Яков в заслугу титанов, которые жили на этой земле, великих праотцов. Дел, которое они творили, они притянули ищу Всевышнего, раскрыли его в мире. Всевышний заключил вечный союз с Авраамом и с его потомками на все времена. Он говорит, Авраам, ты, говорит, смертный, ты один день уйдешь, ты умрешь. Поэтому я заключаю союз с тобой и с твоим потомством на века вечные. И сказал ему, что будут твои потомства многочисленные, как звезды на небе, и что будут они порабощены 400 лет и все, и так далее, и тому подобное. Это основы. Все это ясно показывало, что указанные события имеют чисто божественное происхождение. Другими словами, основы веры мы придумали не сами. Они были даны нам свыше. И каждый, кто утверждает, что основы веры придуманы людьми, совершает грех. Какой грех? Авода-зора. Авода-зора. То есть есть разница. Есть божественное, а есть то, что человек додумал. Иногда это может очень близко совпадать. Например, запрет не убей или не воруй. Сегодня цивилизация как бы дошла до этого. Не может жить общество, если будет воровство, если не будет уважения к чужой собственности. Но надо знать, что не воруй и не убей. Это божественные законы. Поэтому нельзя с этим играть. Ну, эвтаназия можно. Да, а какого-то вот этого можно убить? Что он слабый, там, не знаю, другого цвета кожи, там, да, его можно убить. Если с этим дать человеку играть, то он доведет это до абсурда. Или воровать при каких-то обстоятельствах можно. Поэтому законы, какие-то основы, они должны быть извне. От того, кто не предвзят. А человек сам по себе не может быть не предвзятым. Он внутри, он в этой системе. Поэтому определенные в каких-то обществах вор в законе это уважение. Воровать это даже почему? У них там свои законы, у этого воровать нельзя, у этого можно. Люди сами соберут свои законы. Поэтому нужно, чтобы не общество, а что-то извне создало основы. И вот посягать на эти основы нельзя. И путать их нельзя. Вот почему в Песах праздник призван украине в наших сердцах основы веры. Нам заповедано строжайше следить за тем, чтобы даже ничтожная доля кваснова не смешалась с пищей, которую мы едим. Ведь хамец олицетворяет собой человеческое земное начало. Его запрещено смешивать с основами веры, которые мы принимаем в Песах. Основы. Эти основы подобны корням. А в течение всего остального года мы имеем дело с веточками, что требует наших усилий, направленных на развитие и совершенствование. Подрезать, пустик приводить в порядок. Поэтому весь год мы употребляем в пищу кваснова. И оно является для нас благом. И это замечательно. Но когда приходит Песах, и мы говорим о корнях, о зарождении, об основах веры, тогда все, тогда не путай. Тогда прочь кваснова. Долой кваснова. Вот такое глубокое объяснение. Он здесь приводит, честно говоря, надо его еще много раз прослушать, чтобы понять, о чем на самом деле идет речь. Это чей комментарий был брат? Это брат видения. А чей комментарий? Какого мудреца? Это лоха. Давай посмотрим мой брат. Странно, ты прикинь, ни одной сноски. Это книга Пнины Аллаха. Но все, что он здесь приводит, да, здесь вот цитируют Зоар. Медраж Танхума, глава Тазрия Абрата, это прям первоисточники. Это не что-то современное. Мораль, мольбим, Зоар. Зоар. Вау. Да, это солянка сборная, но видишь, тут как бы, да, тут книга Зоар. То есть это глубинный смысл. То есть Раби Симон Барьохай, да, это его мнение. Ну да, это его комментария. Можно сказать Тора, да, Тора говорит. То есть вопрос глубокий, вопрос, почему, если это так плохо, почему весь год мы это едим? То есть в чем разница? Есть Песах, да, есть не Песах, да, есть. Да, закончим. Это знаменитая история про Хафецхайма. Хафецхайма, да, когда к нему приехал богач, помните эту историю, богач, который был поражен, в какой нищете живет глава поколения, он зашел к нему в дом и говорит, я просто в шоке, Раб, у вас один накренившийся стол, какой-то стул и книги от пола до потолка, давайте я вам мебель куплю. А Хафецхайм говорит, зачем, говорит, скажи мне, ты приехал сюда, в Радин, ты, говорит, остановился где? Он говорит, я на постоялом дворе. Ну как, у тебя там что, фешенебельно все? Он говорит, нет, ну Рав, я тут проездом, там, где я живу, говорит, у меня дом трехэтажный, с бассейном, со всеми удобствами. Ответил ему Хафецхайм, так я, говорит, здесь тоже проездом. Я, говорит, на это время, я, здесь тоже проездом. Хафецхайм мог всю жизнь жить так, да, он всю жизнь как бы жил с ощущением, что, да, этот мир он немалетный, пролетит, но там, говорит, где мое постоянное место, поверь, говорит Хафецхайм, у меня пятиэтажка, говорит, пентхаус, говорит, со всем, что надо, там, говорит, для того мира я делаю все. Здесь, говорит, я особо, ну, зачем, говорит, я все равно проездом, я как бы здесь, что мне так вкладываться, я, говорит, проезжаю мимо, ремонт и не ремонт и зачем? Нет, муки нету. Эн тура, эн кема. Да, но для нас, хотя бы, если не весь год, то семь дней праздника Песах, можно как бы на этом сосредоточиться, на этом, да, сконцентрироваться, может быть, дальше, вот он продолжает, а что же тогда маца? Что заложено в маце? А давайте, может, успеем туда немного. Маца это полная противоположность, как мы сказали. Она наоборот указывает на скромность, сколько она весит, так она и выглядит. Ведь хотя сам Всевышний даровал нам силы и способность действовать и совершенствовать этот мир. Одна из десяти вещей, вчера с вами говорили, одна из десяти вещей, что мы должны вспоминать каждый день, что силу, чтобы что-то сделать, мы тоже получаем от Всевышнего. Иногда человек говорит, слушай, ну, говорит, я молодец, я умный, это я выстрадал, это я пошел, я... Кто тебе силу дает? Иногда утром встаешь, у тебя вообще нет сил, все из рук валится, настроения нет. То, что ты обычно делаешь пять минут, час не можешь сделать, сосредоточиться не можешь. Силы кто? А иногда встаешь окрыленный. Ты горы по плечу. Ты идешь. Откуда это? Уа-но-тен-на-ха-ко-ах-ла-сот-ха-эль. Да? Так это маца. Понимание того, что духовные корни всех предметов явления, недосягаемы для нас. Поэтому в Песах, когда мы касаемся самых глубоких основ и корней, мы строжайшим образом следим за тем, чтобы к нашей пище не примешались даже ничтожная доля кваснова. Когда мы говорим про корни, травма в детстве может всю жизнь человеку сломать. Маленький изъян в зернышке может быть большим изъяном для всего дерева. То есть любое отклонение мы сказали при выстреле в начале даст большую погрешность в конце. Если снайпер немножко чихнет или дернет на миллиметр в момент выстрела, в конце пуля промахнется на 10 метров. Да, это же... Да, если снайпер чихнет, конечно, это да. Призносит. Это реально провал. Ужас. Если в момент выстрела, прикинь, реально как не чихнул полбашки, да не тому. Я говорю, то есть в начале какая-то погрешность приводит к большим последствиям в конце. Поэтому в Песах мы так строгие. В Песах мы едим мацу, которая всегда остается такой же тонкой, как и в момент изготовления. И не подвергается никаким дополнительным воздействам. Да, нельзя играть с основами. Нельзя подвергать основы сомнению. Да, кто мужчина, а кто женщина. Да, что есть хорошо, а что есть плохо. Нельзя, нельзя здесь копаться, нельзя. Наш разум, да, люди начинают, когда вот очеловечивать какие-то, да, божественные устои, то это доходит до такого безумия и абсурда, нет этому конца. Защищая одно меньшинство, можно начать, да, как бы доминировать над большинством. То есть, где грани, они все стираются, да, уже непонятно вообще, что хорошо, а что плохо. Поэтому, преисполнившись скромности по отношению к небесам, скромности, которая олицетворяет маца, мы становимся способны усвоить основы веры, открывшиеся нам во время исхода из Египта. И суть этой веры заключается в том, что Ашем управляет миром. И он избрал народ Израиля, сделав его своим народом. И хотя до исхода в мире тоже существовали люди, вершившие, верившие в него, да, есть цартикея Умотулам, есть праведники мира. И они были, есть, но это были единицы, которые приобщившись к божественности в индивидуальном порядке. А универсальная вера в единого Ашема еще не раскрылась во всей полноте. И только после Ицьят Митсраима, когда в мире возник целый народ, на который была возложена миссия раскрыть перед другими народами слово Ашема, вера появилась, проявилась в полной мере. Матса напоминает нам о этой вере, поэтому в книге Зоар, опять Зоар, она названа хлебом веры. Наши мудрецы поясняют, что когда во время пасхального седра мы едим Матсу и имеем при этом правильный кавана, что называется каванот, душевный, мысленный настрой, то через это мы удостаиваемся веры. А когда мы едим Матсу все семь дней праздника Песах, эта вера укореняется в наших сердцах. Вот цитата, прицадик, прицадик. И поскольку Матса олицетворяет собой веру, очевидно, что весь процесс ее изготовления должен проходить под тщательным наблюдением, как будет объяснено ниже. Да, будем это учить. Это объясняется тем, что корни всех предметов и явлений неразрывно связаны с эмуной, с верой. И если в нашей вере будет хоть малейший изъян, он в конце концов приведет к огромному ущербу во всем мире. Помнишь, Роберт, наш разговор. Видишь, почему всегда надо укрепляться в мире эмуна бе Ашем, эмуна бе Тахон. Постоянно напоминает себе, слушай, я, да, есть безбожники, а есть люди напожные, есть Ашем, есть Ашем, точка. И если вот только в эту точку постоянно об этом думать, это повлияет на все. Сразу ты заповеди будешь по-другому исполнять, спешить будешь делать, ценности у тебя начнут меняться, то, что тебе нравится, стремиться ты начнешь к другим вещам. Все от этого. Человек, который годами как бы вроде что-то делает, но у него ценности, по-прежнему он страдает, что он не может туда пойти и это поесть, он не двигается, что-то не то, что-то неправильно делает. Если вера, человек укрепляется до имуна, у него начинают изменяться ценности. То есть раньше было, а, да, а, это важно, теперь он как бы нет, он раз так дальше 10 тысяч долларов заплатил, потому что да, это важно, деньги очень важно, но это не самое важное, есть вещи поважнее, оказывается, да, то есть не на словах, а действительно человек понимает, что есть вещи поважнее. Это вера. На основе вышесказанного становится ясно, почему Израиль был создан как народ рабов в Египте, почему именно рабами мы стали, помните, мы спрашивали, что все другие народы развиваются постепенно от семьи к племени, потом племя становится народ, и в процессе развития формируется культура, там, условия жизни, климат, земли и так далее, соседние народы формируют как бы его культуру, язык, верование, и поэтому она представляет собой не что иное, как идулопоконство. Евреи же сформировались как народ, и будучи рабами, лишенными культуры, они не имели возможности создать ничего. Какая культура? Тебе хозяин, что сказал, то ты и делаешь. С другой стороны, они не ощущали причастности к египетской культуре, то есть, как ей все время напоминали, слышите, я египтянин, твой хозяин, а ты раб, ты еврей, ты не египтянин. Возможно, питали к ней ненависть как к культуре своих угнетателей. Таким образом, они представляли собой чистый лист. Вышло 3 миллиона людей, там сколько вышло, и совершенно чистый лист. По каким правилам? О чем договориться? Мы рабы, у нас ноль, у нас нет ничего своего, не имея никаких языческих, и поэтому, потому были открыты для принятия истинной веры, полностью основанной на божественном откровении, без примесей вот этого, да, человечества. И для дарования Торы, неспосланной с небес, и поэтому лишенной каких бы то ни было аспектов, порожденных человеческим разумом. На все это указывает Матса. Тонкие-тонкие листочки Матсы намекают на положение сынов Израиля в Египте. Лахмания Лехем де Ахалу Аватану де Абеараде Митсраим Это хлеб, который ели наши праотцы в Египте. Аватай Матса. Посмотрите, какая глубина, какая глубина таится за каждым символом Песаха. Окей, очень важно, Безалата Шем, мы с вами обсудили хамец, обсудили Матсу, я думаю, можем уже в следующий раз приступать непосредственно к каким-то законам, связанным с подготовкой к празднику Песах. Друзья, на этом мы с вами прерываемся. Всем Мишаркоах. Желаю всем хорошего дня, успехов, прощаюсь с вами. Спасибо. Мишаркоах. Мишаркоах.